Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо опять, что вы подключились. Сегодня будем изучать Слово Божие. И сегодня тема будет... Я взяла и тему из Тимофея. Первая Тимофея. Первая Тимофея, потому что в последнее время очень много, знаете, очень много людей, которые проповедуют, исповедуют и верят. Вот. И потом я вижу, что происходит на самом деле. Многие исповедуют, что если вы, допустим, дадите десяти, если вы будете делать что-то, делать конкретное, ваша вера сделает вас... Говорят много о богатстве. То есть у меня даже было видео, когда один пришел и сказал, что вот если вы сейчас дадите, вам восполнят, дадите 100 долларов, Господь вам даст 200 долларов. Там есть такие... Очень много проповедуют. И цель... Это цель всех этих проповедей именно для того, чтобы людям разбогатеть. Чтобы эта цель... Это богатство. Цель. Я вот буду делать то, и я разбогатею. Я буду делать то, и богатство придет. Я буду делать то, и богатство придет. То есть такого очень много размножилось всего. Но мы знаем, что слово Божие говорит. И что мне лично... Вот опять же, я всегда, когда делюсь с вами, что вы, знаете, можете со мной не соглашаться. У вас какие-то, может быть, другие, совершенно другие понятия на эту тему. Вы можете со мной поделиться, я почитаю с удовольствием. Но я просто делюсь с вами тем, что... Как я размышляю на эту тему. Мои мысли, что мне открывает слово, как оно мне понятно. Поэтому я с вами и делюсь. Для этого я взяла 1 Тимофей. Давайте посмотрим. Я возьму с 5-го числа... С 5-го стиха. И 1 Тимофей, 6-я глава. Тут написано. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истинной, которые думают, будь то благочестие служит для прибытия, удаляйся от таких. Итак, в 6-м написано. Великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Я это место просмотрела. Есть такой перевод, он называется... Еврейский перевод. Вот, но законченный еврейский перевод. То есть там даже имена, вы знаете, имена там... Все еврейские, там все, 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 именно как они звучат по-еврейски. И многие слова тоже. И вот давайте вот оттуда прочитаем. Для меня это как-то более очень близкий перевод. То есть переведено с арамейского языка, с еврейского, потому что, с греческого, потому что это Новый Завет. Как только тронешь телефон, все куда-то исчезает. Смотрите, я отсюда выбрала слово. Мы прочитали, теперь я буду читать и переводить с еврейского. Также я не буду все читать. В 5-м стихе написано, что люди тоже там... Люди, которые все время что-то там... У них неправильно функционирует, неправильно функционирует их разум, что они отошли от истины. И они представили, что вера, религия... То есть вера – это ваша конфессия, то, что если вы верите в Иисус Христа, или там евреи верят в приход Мещиах. Написано, что они представляют, что вера ваша, исповедание ваше, религия ваше – это есть дорога к богатству. То есть это дорога к богатству. Именно, здесь говорится, дорога именно к финансовым богатствам. Дальше написано в 6-м стихе. Вот этот перевод дословный я вам переведаю. Теперь... Да, теперь, слушайте, говорю, теперь... Как понимать, истинная вера, истинная вера, и ваша истинная религия, религия, в которой вы находитесь, это какая у нас, у меня какая у нас, какая религия? Мы верим в нашего Спасителя Ящиуха Мащиеха, мы верим в него, да? Теперь ваша истинная, истинная вера действительно приносит богатство, написано, да? «Но, but only to those who are content with what they have». Это переводится так. Только для тех, только богатство приносит, ваша истинная вера будет приносить богатство, только тем, которые довольны и счастливы тем, что сейчас они имеют. Вот в этом есть великая-великая, знаете, секрет. То есть тайны какие-то. Это Господь сказал, что Господь открывает тайны любящим Его, да? Господь открывает тайны своим, тем, которым Он доверяет эти тайны. Вот в этом и есть тайна. Вы знаете, очень многие люди думают, вот я там побольше дам, то это сделаю, то сделаю, и вот меня Бог благословит. Вот я то сделал. Понимаете, когда мы что-то делаем, и мы делаем это без любви. То есть у нас нету, у нас нет этого позыва. Вот смотрите, у меня уже где-то, где-то года два, наверное, я уже молюсь. У меня всё время там молитва внутри. Господь, я ничего не хочу делать на этой земле, если нет внутри у меня любви. Я не хочу быть этим пустым, каким-валом звучащим. То есть там ударили, и звук пустой. Ничего не объясняющего, ничего за этим нету. То есть Он пришёл и ушёл. Поэтому я не хочу быть таким пустым звуком каким-то, но пусть оно будет сначала, я должна прочувствовать, действительно понять, и если я даю, я должна понимать, что я даю. Почему? Потому что мне, я прочувствовалась любовью к этому человеку. То есть его нужды стали моими нуждами. Его страдания я приняла очень, как будто бы я с ним прохожу это страдание. В этом есть любовь. В этом есть, вы помогаете, потому что вы этого человека любите. Вы помогаете, понимаете, даже Господь так делает, что мы помогаем иногда каким-то людям, которых мы не знаем, сколько раз в моей жизни было. Господь говорит, сейчас вот дай деньги этим людям. А люди просто делились, что у них какая-то тяжёлая ситуация. Просто сказали, помолись, у меня такая ситуация. И Господь говорил, не только помолись, но ещё и дай, что у тебя есть. Таким Господь будет, Господь, это будет Господь внутри. И Он даже кладёт это, понимаете, вот это сочувствие, вот это жалость, вот это понимание, сострадание к людям, которые проходят какие-то тяжёлые времена. И внутри у вас вот от этого идёт ваше побуждение делать добро. То есть у вас ничего не делать, если у вас нет любви, то это будет всё по-пустому. Вы можете отдать, написано, что там целые дома продать, отдать всё это, раздать нищим. Всё это, ну если без любви, то это даже не зачтётся, понимаете, да? Вот тут написано, действительно, когда вы верите в Господа, Господь, написано, что всё даёт обильно для нашего наслаждения. Господь это даёт, Господь это всегда даёт. То есть он, я даже, вы знаете, вот у меня есть пример. Я снимала один домик, то есть это был домик небольшой, и там нам хватало с моим сыном, то есть я работала, я преподавала очень много, и у меня очень много было украинских верующих. Они выехали из Украины, они были в основном, в основном они были 50-ники, и вот я там, очень много у меня студентов было среди них. Харизматы, 50-ники, некоторые были из баптистов тоже, из такой конфессии. И один из лидеров группы прославления, он у меня брал уроки, и приезжал, и говорил, и сказал мне такие вещи. «Ника, почему вы не купите себе огромный большой дом? Почему вы живёте в маленьком доме?» Я настолько была потрясена, потому что в этом маленьком доме, то есть я ему сказала, такой был ответ. Я сказала, ты знаешь, нам так этого достаточно, для нас он большой, для меня и для моего сына. У него есть своя комната, своя ванная, у нас есть там кухня, большая столовая там, я преподаю в этой комнате, где-то огромные потолки, с камином, и у меня своя спальня, со своей ванной. Зачем, зачем нам вдвоём ещё что-то большее? Мы очень счастливы, где мы находимся. И слава Господу за то, что нам Господь дал. Я сказала, он говорит, ну всё равно вы же вот оперная певица, вот у вас такой статус, вот, ну как бы, ну неудобно, как бы, что вы живёте, вы же можете себе, вы же достаточно зарабатывать, чтобы купить себе большой дом. Ну, я сказала, ну я очень довольна, что у меня есть, слава Богу, у меня нет ни долгов, за этот дом ничего, я живу абсолютно, всё выплачено, всё, я говорю, я очень счастлива, я даже, ну, я удивилась этому его, но и он тоже удивился, почему я не живу гром-дом-дом. И вы знаете, вот это слово как раз исполнилось, я даже не думала про это, вот сейчас я вспоминаю этот случай. Написано, богатство приходит к тем, кто действительно, вот в этот момент, что вы, в чём вы находитесь, вы и довольны, и счастливы в этом. И вы даёте Господу всю славу и всю благодарность Господу за то, что вы имеете. Вот вы имеете, вот это люди говорят, ну, ну как это, она живёт в таком, может жить в таком, думают. Понимаете? Ну, когда человек доволен, что он имеет, и он не стремится там заработать что-то больше, не стремится что-то купить больше, вот у тебя соседа есть, это есть любостяжание, да? То есть, если этого нету, то действительно вера наша, она будет обогащать. Буквально через где-то короткое время, это было тем более время большое, и у нас было падение доллара, там люди бросали работу, как-то, в общем, не бросали, как бы, как это, ну, у них не было работы, то есть, закрывались предприятия, было такое очень плохое время экономическое, и вот в это время Господь мне дарит огромный действительно дом, который по цене, по цене он был в три раза, в четыре раза дешевле, дешевле даже того маленького дома, если бы в то время, допустим, в хорошие времена он бы стоил. Поэтому вот так вот все происходит, и потом я думала, что зачем мне даден был этот дом, для того, чтобы в этом доме была радость Господа, происходили общения, происходили, собирали, вся церковь приходила, все мы делали хлебопринамление, мы делали вечери, это было прекрасное, замечательное время для людей приходить, кушать еду, благословлять и прославлять, и у меня есть рояль, чтобы и петь, и радоваться Господу, и исповедовать Его славу, и действительно богатство Господне, которое дает тем Господне, это точно, это сто процентов, я это пережила, и поэтому не унывайте, мое сообщение здесь не унывайте, не делайте это ради того, чтобы, я себе даже говорю, не делайте ради того, чтобы обогатиться, а делайте, будьте, все, вот что вы видели, мне даже Господь, вот что ты видишь, зато говори спасибо, и оно примножится в тебе, благодари, что ты имеешь сегодня, вот сегодня у тебя есть этот, сегодня что у тебя есть, есть или нет, даже того, что нет, ну и все равно благодари, потому что все равно найдешь за что благодарить. Например, утром душ горячий. Какое счастье иметь? Благодарите за горячий душ. Благодарите, что вы встали утром. Благодарите Господа, что вы хорошо поспали. Благодарите Господа, что Господь этот день подарил, чтобы что-то сделать через вас в этот день. Вот это и есть радость. У меня еще будет видео, как можно исцелиться через радость. И как можно эту радость получить, и исчерпать. и как можно черпать каждый день, потому что написано, что счастливое, радостное сердце, я перевожу просто по-английски, оно здоровье для костей ваших, да, поэтому будет у нас еще такое видео, и Господь меня тоже открыл, что какие болезни происходят от каких, почему болезни могут приходить, и какой их источник, и откуда этот источник, и как можно избавиться, и как можно избавиться от болезней, которые люди вообще-то причиняют сами себе. Вот на этом все, благодарю вас еще раз, и будьте, пожалуйста, вот я себе говорю, я выбираю, избираю быть довольной и счастливой, что у меня есть сейчас, потому что Господь на сегодняшний день благодарил, и Он обеспечивает, Он есть обеспечитель на каждый день, и сегодняшний день, это благодарю Господа, а завтрашний день принесет свои, свои заботы, и в том же даже дне с заботами Господь все определит, все усмотрит. Слава тебе, Господь, и я буду радоваться, что каждый день и в каждом дне, в каждом дне у нас наш великий, чудный, любящий Отец, и наш Царь-Царей Господь Господствующих, Яшуа Хамашиях, Господь наш. Спасибо опять. Будьте благословены.